всем привет двухтактный лодочный мотор yamaha 9 и 9 2003 года выпуска стандартная модель популярная всеми любимая с которой китайцы свои лодочные моторы копируют по рассказу владельца последний раз он пользовался им в августе 2020 года никаких проблем с мотором не было сейчас он мотор это достал и решил проверить но мотор не прокручивается он очень туго крутится и сейчас маховик вообще заклинил выкрутив свечу он обнаружил вот такое состояние свечу не чистил решил показать нам на вопрос топился ли двигатель владелец дал честное слово нет не топился никому не давал эксплуатировал только сам в чем причина клина пока не ясно будем разбираться этот мотор уже привозили к нам на раздушку года два назад но никаких проблем соответственно не было нижняя свеча была откручена владельцем а верхняя затянута заодно посмотрим что на верхнем цилиндре свеча верхнего цилиндра чистое ну то есть нет того что присутствует на нижней свеча снаружи мотор в таком состоянии но это последствия эксплуатации в морской воде морской воздух вместе с солью поступает под колпак и получается такой налет но смотрите внешний вид мотора в очень хорошем состоянии нигде нет следов коррозии установлен защитный анод и маха хорошо работает в морской воде чтобы потом не выбивать поршни сдвинем сейчас коленвал сейчас у нас не крутится таким рычагом вот мы его сейчас двинули все можно отдавать клиенту отлично работает для снятия двигателя на этой модели требуется открутить тягу переключения передач в нашем случае гайка верхняя не откручивается давно не снимался не обслуживался редуктор еще редуктор на герметике сидит дело в том что нога укорочена видимо укоротили криво и отсюда со стыка идут выхлопные газы греем аккуратно чтобы ничего не сжечь ни подушки ни тросик и сейчас она пойдет нам наверно следует проверить и водяную помпу все крутим все после этого она идет греем еще раз готово масло рыже с водой шеф и Субтитры сделал DimaTorzok Открутили все навесное, которое соединяет поддон и двигатель, тягу, механизмы. Сейчас надо подорвать моторчик, он сидит на направляющих, тем более если болты такие закисшие, то и направляющие тоже закисшие. Поддеваем его с двух сторон и он выходит. Здесь в канале песок, а здесь кусочек соли после трубки подачи воды. Но в целом ничего критичного пока не обнаружено. Открутили 6 болтов и сейчас будем смотреть, что внутри. Тоже немножко закисло, направляющая держит. Здесь пока ничего страшного не видно. Достаем коленвал. Ой, там уже что-то видно. Достаём. Поршень ржавый. Кольца залегли. Нет, верхняя рабочая. Нижняя залегшая. На этом цилиндре всё хорошо. Грязи нет. А здесь как будто какая-то земля. Вот вопрос, откуда это здесь взялось? Пишите своё мнение. Нижний сальник коленвала изношен. Но не видно, чтобы через него всё это поступало в нижний цилиндр. Лишь бы только не сломались болты. Неужели все открутятся? Пишите свои руки. Продолжение следует. Нижний. Пишите свои руки. Пишите свои руки. Вот так вот. Ого! вот это удача а тут чисто прокладка не прогоревшая хорошая была снимаем редуктор владельцы уже сообщили о том что в редукторе вода поступает смотрим состояние водяной помпы потому что понятно что давно не смотрели и трубочка сломалась трубка охлаждения сломалась резинка уплотнительная застряла в корпусе помпы внутри и и и и и и и и все-таки сломался когда устанавливали редуктор трубка охлаждения запрессовала уплотнения в корпус и это резиновое уплотнение перекрыло канал подачи воды Как мотор охлаждался, это какие-то чудеса просто. Канал подачи наполовину перекрыт. Крыльчатка, несмотря на такую долгую эксплуатацию, в хорошем состоянии. Сняв винт, видим, что здесь на вал намотана леска. Это может являться причиной эмульсии. Сейчас мы ее уберем, дадим в редуктор давление, предварительно слив все масло, и посмотрим, будут ли держать сальники. Может быть, не придется разбирать редуктор для замены сальников. Нижний сальник давление не держит. Придется разбирать. Чтобы не сжечь пластмассовые решетки для забора воды, мы их откручиваем. Субтитры добавил DimaTorzok Меняем сальники в редукторе. Вот старые сальники. По внешнему виду видно, что давно они не менялись, если вообще когда-то менялись. Поршень от KISS мы вынули в застрявшее кольцо. Задиры и раковины на поршне решили попробовать замазать вот такой штукой, которую нам подарили наши друзья из ВМП Авто. Если у вас был опыт использования, пожалуйста, поделитесь. Помыли блок, почистили цилиндры, отхонниговали. И теперь собираем на новую прокладку. Очень повезло, что все болты выкрутились без проблем, без заломов. Момент затяжки указан на головке. Нижние сальники коленвала уже от времени убиты. Будем их менять. Некрасиво поменял. Обратно? Обратно не надо. Давай второй. Давай, чтобы красиво было. Как красиво? Ну, тяни. Вот. Все. Дай. Вот кромка сальника уже не острая. Собираем двигатель. Подшипники коленвала мы не меняем, потому что они в отличном состоянии. Ничего не шумит. Меняем только сальники коленвала. И меняем один поршневой палец. Меняем кольца. Ролики тоже меняем. Запаяли трубочку. Новая прокладка. Ну, все. Моторчик собрали. Установили. Меняем свечи. И проверяем. Запускаем мотор на обкаточной смеси. Поехали. Вода пошла. Хорошо работает. Включи передачу. Ну, все. Все, мотор готов. Восстановлен. Почищен. Пишите свои догадки. Из-за чего же мог быть песок в цилиндре. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok